Добрый вечер, новости Казахстана в эфире КАПЛЮС. В Шымкенте мужчина в знак протеста вскрыл себе вены. Акт суицида рабочей строительной компании решил совершить в здании областного телевидения. На отчаянный поступок 40-летнего Доврана Юлдашева, по его же словам, толкнула безысходность. Электромонтер уже более 4 месяцев не может получить свою заработную плату. Отец многодетного семейства жалуется, его дети перестали ходить в школу, потому что у них нет теплой одежды. Мужчина рассказывает, что не раз приходил к руководству строительной компании с требованием выдать ему положенные деньги. В Шымкенте, оттуда едут. Там много народу, а 4 месяца не платят зарплату. Они тоже громкогласно не хотят, говорят. Понимаете? Громкогласно не хотят, они говорят. Потому что они, которые заработанные, они это потеряют. Почему я должен терять? Мне вот начальник сам сказал, я тебе ни копейки не заплачу. Зачем ты телевидение вызвал? Вот так он мне сказал. Мне пришлось сюда платить. Вынуждены не оборвать. Но если это не поможет, я не знаю, я в уши и с нас не пойду. Показательное членовредительство возымело действие. Напуганные журналисты телеканала, на глазах которых произошла попытка суицида, нашли руководителя компании-должника. Электромонтеры в тот же день выплатили положенную ему зарплату 165 тысяч тенге. Кстати, эта же компания не расплатилась и слабкоробами. Недавно мы рассказывали о конфликте между фермерами Махтаральского района и корпорации Конти. Монополист задолжал крестьянам 8 миллионов тенге. Денег они до сих пор не получили. Больше посланий хороших и подальше. Президент Казахстана сегодня заявил о том, что в пятницу готов выступить в театре оперы и балета с посланием народу с прицелом на 2050 год. Что это будет пока непонятно. Скорее всего, ничего хорошего, говорят политические оппоненты господина Назарбаева. Кто и как комментирует накануне еще не произнесенную речь главы государства, узнала Евгения Сазонова. Казахстан, республика с нам президента. Ельбаса, Нурсултан Назарбаев. Государственные награды, в том числе имени самого себя, президент вручает людям из своего ближайшего окружения, общественным деятелям и творческой интеллигенции. Но сегодня Нурсултан Назарбаев удивил не этим. Завтра он выступит в столичном театре оперы и балета. С вторым за этот год посланием народу. Эта новость стала предметом обсуждения еще и потому, что раздвигает временные границы. Вместо 2030 казахстанцы получат программу 2050. Политик Булата Билов других новостей от послания не ждет. Это, конечно, несерьезно чуть-чуть, да, в 50-м году, в 30-м все время. Но не то, что один человек заглядывать, пока и все человечество не может заглянуть на 10-20 лет вперед. Он хочет понравиться молодежи. Он хочет произвести впечатление, что он их отец, что он их дедушка, что он знает, он на них заботится. Молодежь, расслабьтесь, я за вас все думаю. Когда дайте молодежи ход, когда дайте молодежи возможность двериться, тогда дайте возможность молодежи что-то делать, самим предпринимать. А сплошные призывы, опять демагогия, опять какие-то, так сказать, программы неосуществимые, опять коррупция. В той же молодежи осветится как распыление каких-то возможных ресурсов, да? По мнению другого оппозиционера Амиржана Кусанова, накануне годовщины кровавых событий в Жанаузене, власть попросту решила подстраховаться посланием. Возможно, будут упреждающие меры по этим жанаузенским событиям, чтобы именно глава государства сказал свои веские слова, успокоил, и чтобы этот день со слезами на глазах прошел более-менее спокойно. Я больше иной причины не вижу. Власти сейчас полная эйфория, она считает, что сделает все правильно, она не воспринимает критику, и я не думаю, что мы получим такую адекватную оценку ситуации в стране. В сети отдельные пользователи связывают второй забот послания с политическим преемником. Отдельный, но не политолог Расул Жумалы. Какой-то прямой увязки между назначением своего преемника и презентацией этой программы, скорее всего, не присутствует. Для этого пока что в верхах, мне кажется, не присутствует каких-либо предпосылок. Своеобразный итог этой предварительной дискуссии вокруг ведущего послания подвел экономист Мактар Тайжан. Во всем мире лидер государства делает не послание, а обращение к нации. Обращение к нации. Это разный смысл. Потому что обращение – это обращение к чему-то вышестоящему. А послание – это наоборот. Предположений, что же скажет нового Нурсултан Назарбаев народу Казахстана много. Никто не сомневается только в одном. Это будут очередные громкие обещания. А главное – округленные даты. Евгения Сазонова, Мадина Мухамеджанова и Асана Милов. Астана, Алматы, Казахстан. Гражданские активисты призывают правительство и президента страны к диалогу и сотрудничеству. Подводя итоги событиям годичной давности, трагедии 16 декабря в городе Жанаузен, правозащитники заявляют, что эти трагические уроки так и не усвоены ни властью, ни обществом. Людмила Экзархова рассказывает. Оценку событий в Жанаузене год спустя дают экономисты и общественники. Многомесячная забастовка нефтяников была связана с финансовой нестабильностью в регионе, считает Мируэрт Махмутова. Эксперт напоминает, жизнь города вращается вокруг казму Найгаза. Развитие его социальной структуры и рабочие места зависит от следствия общественного фонда, созданного при поддержке компании. Только в 2009 и 2011 годах она выделила около 1 миллиарда тенге, а в 2010 почти 2 миллиарда. Но в случае Жанаузеня как раз мы сейчас уже знаем, что средства в этих фондах распределялись на цели, которые отнюдь не способствовали решению тех социально-экономических проблем, которые накопились в городе Жанаузене. И произошло то, что произошло. Жемистер Магомбетова с трудом сдерживает слезы. Правозащитник потрясена документальным фильмом о том, как подавлялся трудовой конфликт. Борьба элит за доступ к нефтедолларам и нежелание чиновников обращать внимание на социальные проблемы в области – это все привело к трагедии, уверена она. В прошлом году, если вы все помните, 16 декабря нас поразило, там льется кровь Жанаузене, да. У нас в Астане, Аким, город Астане, господин Асмагомбетов, кстати, уроженец западного Казахстана, сейчас Атравская область, он открывает вот эту арку. Кому она нужна была в тот момент, эта арка, надо было прервать все, вот на мой взгляд, прервать все, объявить траур в стране. Еще во время забастовки правозащитники провели опрос среди рабочих. Тогда выяснилось, что каждый четвертый имеет четверо или пятеро детей. Каждый второй уволенный был единственным кормильцем в семье. Две трети опрошенных числились в должниках по кредитам. Этими данными, да и самим затяжным противостоянием в Мангастау не интересовалась ни власть, ни общество. К сожалению, констатирует авторитетный эксперт. Теперь усвоить уроки с этой трагедии нужно всем. Нет солидарности, нет чувства, нет сопереживания в обществе. Несколько месяцев, несколько сотен человек стоят и борются за свои права. Это мало кого интересует, кроме отдельных правозащитников, там, не знаю, общественных деятелей или журналистов. То есть это очень печально. В итоге встречи общественники обратились к творческой интеллигенции и президенту страны. Они убеждены, нужно провести политические реформы, искоренить социальное неравенство, обеспечить прозрачность добывающих компаний доходов, а также не ограничивать свободу СМИ. Людмила Экзархова, Талгат Умирбеков, Алматы, Казахстан. Суд с антифашистским месседжем в адрес власти. В Алматы идет процесс над газетой «Голос Республики». Журналист Татьяна Ковалева говорит, что сегодня в зале заседаний было особенно интересно. Сторонники гласности и плюрализма устроили акцию, смысл которой – нет сплошному единству и единообразию. Как это было, рассказывает наш корреспондент. «Единый лидер, единая страна, единая СМИ – да здравствует глупость». С этой фразы, так похожей на лозунг правящей партии «Одна страна, одна судьба, один елбасы» началось заседание в одном из алматинских судов. Рассматривали дело о признании газеты «Голос Республики» и еще семи печатных изданий 23 интернет-ресурсов едиными СМИ и о прекращении его выпуска на территории Казахстана. Представители этих ответчиков сразу заявили ходатайство об отводе судье. Вы приняли к рассмотрению дела, где в качестве ответчиков указаны неодушевленные предметы, что грубо нарушает требования статьи 48 ГПК. И вот этот факт убедил меня в том, что вы имеете заинтересованность. Исковое заявление было принято к производству, в котором истцом указан прокурор. Прокурор не имеет права заявлять иск от собственного имени. Он обязательно заявляет иск в чьих-то интересах. В иске не указано, в чьих интересах он заявлен. Значит, такой иск нельзя было принимать к производству. Эти слова прервала акция молодежного монархического движения «Нур-Атар». На дуркаре, что журналисты не сто! На дуркаре, что журналисты не сто! Вместе со скандирующими из зала вышла и судья. Спустя несколько минут представители ответчиков и сочувствующих пригласили в другой зал заседаний. После того, как адвокаты еще раз озвучили причины заявленного ходатайства об отводе судье, задумался уже другой судья – Коршикбаев. Но ходатайство не удовлетворил. Процесс продолжился в прежнем составе. В ходе слушаний было отклонено еще несколько ходатайств о прекращении дела в связи с допущенными нарушениями. В итоге, сегодня в защите обвиняемых СМИ удалось лишь добиться приостановить рассмотрение дела до завтра. И то этому способствовал ГЗОД. Нельзя проводить процессы по окончании рабочего дня. Это по международным стандартам можно даже расценивать как пытку. Татьяна Ковалева, Буржан Идрисов из Алматы, Казахстан. Спасибо президенту и правительству за внимание к здоровью подрастающего поколения. Примерно так открылся после реконструкции детский санаторий Алатау в Алматы. Здесь сегодня побывали чиновники Минздрава. Пациенты по такому случаю устроили праздничный концерт. Наш репортер Анна Кужникова ко всему прочему отмечает, благодаря заботе правительства в стране также растет производство чугуна. В Новый год без болезни. Именно с таким девизом сегодня чиновники из Министерства здравоохранения вошли в детский клинический санаторий Алатау. Медучреждение находится в живописной, в то же время самой дорогой части Алматы, предгорье Взалийского Алатау. Сам профилакторий существует уже 75 лет, но в июне прошлого года здание сильно пострадало от стихийного бедствия. На реконструкцию санатория правительство выделило 800 миллионов тенге. В канун Дня независимости нашей страны, такое совпадение, я думаю, это большой знак хороший. Все это благодаря политике нашего президента, его великой поддержке, пониманию охраны здоровья народа. Сегодня мы имеем такие хорошие результаты. Санаторий Алатау – единственный в республике, где дети со всех регионов Казахстана могут пройти лечебный курс. 13-летняя Татьяна приехала сюда из Северо-Казахстанской области. В 6 лет девочка болит бронхиальной астмой. Перед тем, как дать интервью, Таня общается с психологом. Под санаторием девочка очень довольна. Хорошие процедуры, шунгит, биатрон, массаж, УФО, ЛФК. ЛФК – это зарядка с бронхами дыхательная. Кормят тоже хорошо, 6 раз в день – это отлично. Последний ремонт здесь проводился 21 год назад. Теперь новое здание не узнать. Лишь чугунные ванны напоминают о том, сколько чугуна производится на душу населения. К приезду чиновников работники профилактуры готовились основательно. Отмыли здание и попрятали хозяйственный инвентарь. Видимо, санитары тоже торопились на концерт, который подготовили дети. Анна Кужникова, Талгат Умельбиков, Алматы, Казахстан. КВ нам по СПИДу ударили сегодня в Алматы. Это сеанс смехотерапии как профилактическая мера и работа с молодежью, что в группе риска. Ведь шутка, по мнению находчивых организаторов, продлевает жизнь даже смертельно больным. Нургали Карабаев оценил юмор сквозь слезы. Сегодня на этой сцене смехотерапии лечат смертельно больных людей. На необычайный сеанс пришел посмотреть Александр. Он заразился ВИЧ-инфекцией 11 лет назад. У него были дело, деньги, семья не одна и наркотики. Из-за них он в списке людей с синдромом иммунодефицита. К сожалению, ВИЧ-инфекция напрямую связана с удовольствием. С удовольствием употребления наркотиков и удовольствием заняться сексом. И вот иногда человек как-то вот, ну, игнорирует это все. С помощью юмора организаторы решили предупредить молодую аудиторию о страшной болезни. Заразиться может каждый, и это уже не смешно. Как-то через позитив мы хотим донести людям информацию, именно молодежи. Потому как молодежь, она более подвержена заражению. Как бы донести вот именно о путях передачи, о средствах защиты и о том, что защититься довольно просто. Сыграть в КВН захотели студенты алматинских вузов. Они пришли не с пустыми руками. Сыпали шутками на заданную тему. Смешно это или нет судить зрителям. В американских больницах больных людей раком не пропускают без очереди, потому что сейчас Моди спит. Парень, который однажды забыл купить презерватив, теперь постоянно не забывает купить памперсы. Судя по реакции зала, можно было сразу заметить, здесь ВИЧ-инфицированных нет. За кулисами сами КВНчики обмолвились, а чуме 20 века вообще-то не любят юморить. Можно шутить и в смысле сферы политики. Ну, конечно, осторожно. Но мы, наша команда, команда КВН, никогда не шутим в грязную тему. Ну, это спид, имеется в виду презервативы и так далее. Мы никогда на эту тему не шутим. О своем печальном опыте Александр вспоминает без улыбки. Будущему поколению он сегодня передает пуританские наставления. Всегда будьте верны своей половине и никогда не увлекайтесь наркотиками. Нургали Карабаев, Алишер Баязитов, Алматы, Казахстан. Акции национального авиаперевозчика «Эр-Астана» взлетят не скоро. «Аэрогигант» пока не готов выйти на казахстанский фондовый рынок в рамках народного IPO. Об этом сегодня сообщило руководство фонда «Самрук Казана». Во время пресс-конференции с участием управляющего директора АО «Самрук Казана» и по совместительству председателя совета директоров «Эр-Астаны» Нуршана Байдаулетова последний заявил, что состав акционеров авиакомпании пока не изменится. И это означает, что вывод пакета акций компании на IPO откладывается до неопределенного времени. Кроме того, он сообщил, компания до 2017 года приобретет собственность 15 самолетов. Это увеличит возможность для развития новых маршрутов по международным и внутренним направлениям. «Самая большая проблема компании, с которой мы столкнулись, когда приняли ее активы, передали фонд в 2006 году, это отсутствие капитализации компании. И до сегодняшнего дня в собственности, по сути, у компании не было ни одного самолета. И все самолеты находились в операционном лизинге. По настоянию фонда в стратегических направлениях развития компании определено приобретение бортов в собственность самолета». 13 вагонов товарного поезда сошли с рельсов Карагандинской области. Авария произошла вчера днем на перегоне Актосты-Шакай Асакаровского района. Грузовой поезд вез металлургическое сырье «Акатыш». Всего 48 вагонов. Состав шел из Кастанайской области в Китай. «В результате данной чрезвычайной ситуации были повреждены две опоры контактной линии электропередач, а также повреждено железнодорожное полотно по четному направлению на расстоянии 400 метров, а по нечетному направлению на расстоянии 150 метров». Упавшие вагоны заблокировали движение сразу по двум путям, четному и нечетному. Было приостановлено движение семи пассажирских поездов и двух грузовых, которые должны были ехать по ветке «Астана-Караганда». Это рейсы из Алматы, Караганды, Бишкека и Сарагаша. Поднимали вагоны кранами и бульдозерами до поздней ночи. Осложняли работу сильные морозы. В настоящее время движение поездов возобновлено по одному четному пути. Комиссия установила, что сход вагонов произошел из-за сломавшейся боковой рамы грузового вагона. Деталь была китайского производства. Ущерб будет выставлен заводу-изготовителю и компании, которая занималась ремонтом этих вагонов. Сами вагоны отечественные и принадлежат АО «Кастамир Транс». Жертв и пострадавших нет. Не просто так, а здоровье для. Вынужденные каникулы устроили родители ученикам сельской школы поселка Актас Южно-Казахстанской области. Здание школы, где учатся около 150 детей, маленькое и совсем не приспособлено. Нет ни воды, ни санузла. Целое поколение учеников успело выучиться в ожидании новой школы. А ее все нет. Почему? Выясняла Александра Ким. Выпускник этой школы Бигимбай Тимказиев вспоминает. Много лет назад он бегал по этим коридорам, как сегодня уже его дети. Поколение школьников меняется, а коридоры, стены и крыши все те же. А если по нужде, то удобство на улице. За 40 лет ничего не изменилось. Около года мы здесь бастуем за счет земли школьного. Потому что бывший наш директор Зорь Пахарбан Тахпай вместо того оформил школу, оформил на свое имя. До сих пор нас никто не слушает. В Акимате и даже в суде уже 5 раз судились уже. Сейчас все дети сидят дома. Многие в город отправляют детей учиться, в интернат, к родственникам. Потому что здесь не помещаются, печь не топят и в куртках сидят. Никому до этого нет дела. Новую школу сельчане ждут вот уже 12 лет. Столько же лет назад члены производственного кооператива Талапты передали учебному заведению около 5 гектаров земли безвозмездно. Именно для того, чтобы на этих гектарах возвели новые здания для учеников и учителей. Но, как жалуются родители, экс-директор 10 лет обещал, что вот скоро все будет. А в итоге выяснилось, что главный педагог школы просто водил всех за нос. Пустующие гектары оказались уже в его собственности. Директор школы, бывший председатель ПК, в свое время оформил эти 5 гектаров, которые через ПК Талапты были переданы в школу, под школу, под строительство школы безвозмездно. И сейчас 5 гектаров ведут, как бы стали камнем преткновения. Ну, сегодня вот в связи с собранием жителей, аула с ходом и решили, вроде с Санкт-Пендул-Пыхаром, что он возвращает 3 гектара. Ну, с той конфигурацией, которая нас устраивает для строительства новой школы. За 9 месяцев в районном суде состоялось уже 5 разбирательств. Представитель района считает, что забастовка родителей лишена смысла, ведь скоро все должно уже решиться. Это неожиданный случай, так не должно было быть. Это возмутительный поступок со стороны родителей. То, что несколько лет не решается вопрос земельной, это понятно, но бывший директор согласился же отдать землю. Но сельчане намерены бороться дальше, готовы обратиться в областной и даже в Верховный суд. Сельчане заявили, что пускать детей на уроки не будут до тех пор, пока не получат на уроки официальное решение о выделении участка под новую школу. Александр Ким, Ульдаржа Мусканов, Южно-Казахстанская область. Сильные морозы по всей стране, которые, по прогнозам синоптиков, усилятся с 13 по 16 декабря, ослабнут после Дня независимости. Холоднее всего будет в северных, центральных и восточных регионах страны, где ожидаются 40-градусные морозы. Астана, по традиции, в списке городов, где будет морознее всего. Уже сегодня днем столбики термометров опустились до 28 градусов ниже нуля. На выходных, и в частности 16 декабря, температура воздуха в столице понизится днем до 32 и ночью до 37 градусов. Синоптики отмечают, что ослабление морозов продержится лишь до 25 декабря, после чего придет очередная волна холодов, однако она не будет такой сильной. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok